Да, вот теперь вот такой вид отсюда. Да, воздух невероятный, конечно, это Светлана сразу заприметила. А это вот то, что вы часовню видели? Дорожка ведет к часовне. Это тоже интересная дорожка прогуляться. Это вы по-каталонски с ними? Нет, я по-испански больше, где-то ближе испанский, а потом она тоже не как бы, ну, здесь живет, но из Испании. Сейчас мы глянем. Давайте мы поднимемся наверх. Вот отсюда еще мы. Вот эта вот дорожка вниз идет, она идет как раз к часовне. Вот, видите, там люди ходят. Тут есть несколько тропинок популярных. Это называется дорога Розария. Помните, мы видели четкие с вами на храме Святого Семейства. Вот эти вот сцены, которые на фасаде изображены, здесь остановки 15. Те же самые сцены представлены, связанные с рождением Христа, с его страданием, с последующим вознесением. И остановки делали известные архитекторы. Одну из них проектировал Гауди. То есть, вот крест у нас внизу, видите, там поворот, где сейчас люди проходят. Этот крест делал Пуччика де Фалк. Один из, мы видели его работу, помните? Да. А за ним вот так вот повернуть, там вознесение Христа, это дизайн Гауди. То есть, эта тропка так на хороших там нескольких часов может быть, да, Верикор? Нет, на самом деле туда идти минут 25 и назад тоже минут 20. Ну, это сначала к основанию спуститься дорожка надо, видите, она где начинается, вон там. Там у нас станция еще одного фуникулера. Ну, или пешком, пешком. Если вот этот участок пешком, то туда и обратно будет часа полтора. Пойдем. Вон там монастырь. Давайте мы сначала посмотрим монастырь, потом решим, если куда-то хотите пройтись посмотреть, пойдем все, если... Пойдем, сейчас красивый вид, глянем. Кстати, видите, у нас там тоже ресторан, кафетерия и так далее. Это уже современная площадка с панорамой вида, да, это уже современная послушка. Слушайте, а вот это слева, это что ж такое? Вот это... Слева? Там идет мост, мост, который от смотровой площадки к монастырю идет. Там же у нас паркинг с той стороны. На этой скале монастырь, а на той парке. Понял. И это вот соединяет их два. Значит, паркинг, парковка вот там. Да, парковка, а вот видите, вот эти вот, такая скульптура, как бы, блоки такие, целенные. Это еще одна работа Суберакса, нам знакомого, скульптора храма святого семейства. Называется «Скульпение познания». А вот эти скульпторы, да, которые, можно сказать, след такой оставили, это вот только экскурсоводы знают, рассказывают или местные люди тоже в курсе? Не, но Суберакса знают все. Он тут был очень известный скульптор и понаставил своих скульптур во многих каталонских городах. То есть, известный на местности человек? Да. Хорошо. Ну что, пошли тогда наверх, да? Давайте тогда к монастырю. Кого ордена следует правило, написанное Святым Бенедиктом. Правило номер один. Говорит «ора et labora», что по латыни означает «молись и работай». То есть, монахи молятся семь раз в день, один раз ночью, обязательно. Ну и занимаются трудом. Сейчас это уже не сельскохозяйственный, не ручной труд, а больше такая интеллектуальная работа. С туристами? Монахи книги издают, монахи тоже преподают мальчикам. Вот интересно, мальчики, если они сейчас играют в сутбол, сейчас 11 часов, вряд ли они в 12 пойдут петь мокрые, взмыленные. А мы сейчас, когда посмотрим, пойдем к монастырю в информации. Видите, тут ситуация такая. В воскресенье они поют в 12, а в рабочие дни, в час, поют 10 минут. То есть, они вышли, две песни спели и ушли. Но они должны быть не потные, не мокрые, они должны быть отдохнувшие. Если они сейчас в сутбол играют, вряд ли они через час-двух петь. Ну, значит, через два. Я думаю, что они, поскольку они здесь играют, петь-то они все равно будут. Ну, тогда через два часа, да. А вот посмотрите, вот эта вот часовня наверху, это часовня святого Искли 9 века. То есть, в 9 веке было построено две часовни. Вот здесь одна сохранилась, сейчас на территории, где монахи живут. И другая часовня, посвященная Дио Марии, с которой как раз связана эта легенда, она вот здесь была, где сейчас находится монастырь. А вот там строительство, кран стоит, да? А это, видите, общежитие для паломников. Есть здесь гостиница. Ну, это нормальная трехзвездочная гостиница, можно приехать, остановиться, несколько дней провести, по горам погулять и так далее. А есть общежитие для паломников. В принципе, та же самая гостиница, но там есть еще кухня, они могут готовить и так далее. Приезжают, приходят паломники, они там останавливаются. И вон там что-то такое, да, часовенка? Часовенка, да, это вот самый такой короткий путь для прогулки. Он проходит как раз за общежитие для паломников, так называемый крестный путь. Но это вот как раз где заканчивается крестный путь, стоит вот эта часовня. Там единственная проблема с этим крестным путем, что во время гражданской войны анархисты разрушили почти все скульптуры. И реставрировали их в таким очень современном стиле. Вниз им было лень, наверное, спускаться, поэтому скульптуры вот на этой дороге Розарио сохранились как раз работы, одна остановка спроектированная Гауди, Путика до Фалком и так далее. То есть страна древняя, скульптур много, а анархистов на всех скульптуры не хватило. А и, наверное, лень было вниз спускаться, поэтому они что-то попалось им под руку. Они разрушили, дальше не пошли. Такая современная площадка смотровая. Ну да, у нас внизу там целый комплекс. То есть там ресторан, ресторан самообслуживания и так далее. Вот видите, сейчас... Вот это такой большой современный комплекс. И видите, вот у нас еще один фуникулер, вот нижняя станция фуникулера. И оттуда пошла тропинка. Вот первая остановка. Да, пошла тропиночка. Не первая, которую мы отсюда видим. Рождение Христа. И дальше вот так вот первые пять остановок. И там такие каменные стеллы. Да, да, да. Обычно задействованы были два человека. Архитектор, он смотрел, как органично вписать в пейзаж вот эту композицию. И скульптор, который вот непосредственно это создавал. То же касается остановки Гауди. То есть он скомпонировал это все, а скульптуру создавал Джузеп Лимона. Помню, мы говорили, один из скульпторов, который активно с Гауди работал. И вот церковь, которую сегодня мы с вами увидим, она датируется концом 16 века. А что, видно ее? Ну вот она прямо перед нами. А, вот эта вот. Хотя она так более современная отсюда выглядит. Почему? Дело в том, что, ну во-первых, это вторая церковь. Помните, первую святили в 12 веке. Но, поскольку в средние века Мадонна стала очень популярной, еще важный момент, монастырь находится на одной из дорог, ведущих в Сантьяго де Компостелло. Второе, практически после Римы, позначение места паломничества в Европе, в средневековой Европе. Ну, естественно, после того, как была закрыта дорога в Иерусалим, да? Да. Вот. И многие паломники, которые шли в Сантьяго де Компостелло, чтобы там поклониться могиле апостола Якова, они останавливались здесь, поднимались в монастырь, проводили ночь в молитвах перед Мадонной. Потом слушали какие-то легенды связанные, случаи, опять-таки, чудесного исцеления и так далее. Когда они возвращались домой, они об этом рассказывали, скорее всего, что-то от себя добавляли. Ну, вот, благодаря этому Мадонна стала очень известна не только в Испании, но и по всей Европе. Количество паломников, соответственно, увеличивается. И вот эта вот первая церковь, построенная в 12 веке, она, конечно, уже не могла принять всех паломников, да и община тоже значительно выросла. Вот, поэтому в 16 веке начинается строительство новой церкви. То есть на месте первой романской церкви, от нее остался только портал, мы его потом увидим, построили новую церковь, в 1592 году ее осветили, вот, расширили монастырь, соответственно. Но от вот этой церкви, освященной в конце 16 века, сохранилась только структура. Все убранство внутри, оно относительно современное, то есть датируется концом 19-го, начало 20-го. А вот хотел спросить, вот эта структура сеткой закрытая, это два уровня подземного парковки, вот, под мостом вот это? Нет, просто ремонтные работы ведут они там закрыты сеткой. Да, но там несколько этажей, как бы. Нет, нет, здесь нет подземного паркинга. Паркинг он наземный. Ага, ну поставить на нее такой... Это просто, как бы, впечатление застается, но на самом деле нет, 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 это чисто структура. Ремонтирую, обновляю. Нет, нет, там, в принципе, недостаточно места, чтобы там паркинг построить. Хотя, в принципе, было бы неплохо, потому что сейчас паркинг забит, и часто вот такие очереди собираются на въезде в паркинг. Так вот, значит, почему монастырь относительно новый? Во время войны с Наполеоном монастырь сильно пострадал. Французы здесь поставили свои войска. На гору зашли. Зашли на гору, почему? У нас с одной стороны дорога, ведущая в сторону Пиренеи, и с другой стороны тоже Пиренеи, там же граница с Францией, то есть движение по дороге, чтобы контролировать, такой стратегический пункт. Монахи от греха подальше ушли, унесли Мадонну, она, кстати, долгое время хранилась в Федеральном соборе Барселоны. А французы, собственно, и тут воевать-то не с кем было, они там напились, устроили взрыв, пожар, соответственно, ну, это было просто разгильдяйство, да. И, в общем, монастырь очень сильно пострадал. После войны с Наполеоном, то, что там французы не разрушили, местные расточнили, и, в общем, долгое время монастырь находился в руинах. Жил один монах, чисто символически поддерживал жизнь в монастыре, и, в общем, долгое время до монастыря никому дела не было. А потом что получилось? Вторая половина 19 века, помните, мы об этом говорили, период каталонского возрождения, когда появляется интерес к каталонскому языку, каталонской истории, да, и вдруг обратили внимание, что такой символ Каталонии монастырь находится в разрушенном виде. И вот как раз во второй половине 19 века начинается движение за восстановление монастыря. Гауди, как молодой архитектор, участвовал в восстановлении монастыря. Например, вот эта вот часовня, то есть ничего не сонет у нас, а апсида, получается, да, но в ней находится отдельная часовня, как раз за Мадонной. Ее создавал Франчес де Пауло и Вилар, а помогал ему молодой Антонио Гауди. И вот он настолько впечатлился вот этими необычными формами горы Монсеррат, что вот рождественский фасад, скалистые формы рождественского фасада, они во многом тоже навеяны вот этими образами, которые он видел здесь. То есть он фактически как бы в католическую тему ушел с молодых ногтей? Вы знаете, нет, ему просто понравилась природа. Когда он начинал работу над... Здесь просто была практика, да, и природа впечатлила и так далее. А становится он религиозным уже в процессе работы над храмом. До этого он был, знаете, такой довольно либеральный. Даже вот кто знал о Гауди в молодости, говорит, что со своими друзьями, когда они видели, люди шли в воскресенье на службу, они там что-то шунтили, наслыхали, что там мракобесие пошли и так далее. Вот даже вот на таком уровне рассказывают истории про Гауди. Горная гряда Кольсерола, граница города. Если присмотреться, вы увидите церковь Святого Сердца Христа, которую мы видели с другой стороны со смотровой площадки вчера. Видите там дымки? Маленькая. И присмотритесь, вы увидите тоже шпиль башни Нормана Фостера. То есть Барселона у нас как раз с другой стороны холма получается. И вот река Дебригад. Дебригад? Дебригад, да. Ну вот это Рубрикатус. Рубрикатус, которая с красной глиной. Вот отсюда до реки примерно 2 километра, если по прямой посчитать. И вот на уровне 2 километра перепад высоты более 700 метров, 726 метров. Прилично, да. Поэтому, видите, за счет этого кажется, что гора выше, чем есть она на самом деле. За счет от этого перепада на относительно небольшом расстоянии. Так, и там какая-то площадка смотровая. Да, у нас еще одна смотровая площадка. А это вот скульптура Сиберакса «Ступени познания». Рамон Люль, каталонский философ 13 века, тоже довольно известный, он написал работу «Ступени познания». И вот эти скульптения как раз представлены от камня к растению, к животному, человеку, ангелу и богу, да. Это на часовне Святого Михаила. Здесь по всей горе много небольших часовен, но она постоянно закрыта. Там крест и люди вокруг. И крест Святого Михаила, соответственно, там такая красивая площадка. А часовенка вот там вправо чуть выше, да? Да, да, да. То есть основная дорога, она идет к часовне, а потом раз, и от ней поворот к кресту. Это, наверное, самая популярная прогулка здесь. Там немножко в гору, конечно, надо идти. О, а там вот еще внизу, вот там чуть ниже, да? Ну, смотрите, у нас вот две дороги. Одна к кресту ведет, а другая вот к часовне, где, согласно легенде, матчистенности Мадонны. Субтитры подогнал «Симон»!